привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня уже традиционно у нас будет техническая рубрика что мы будем делать внимание мы будем сегодня мерить батарейки но не те батарейки которые у меня вейпи для курения а те батарейки которые питают нашу лодку и так внимание тест батареи так как на мартини у нас есть масса друзей нам передали такой вот ланчбокс но опять же ланчбокс не чтобы есть а чтобы мерить короче такое вот модное устройство которое меряет насколько батареи живы или дохлые и насколько сильно короче спасибо фрэнку за то что дал мне такую штуку вот она как ей пользоваться я понятия не имею но здесь есть мануал то есть ртфм и надо начинать мерить вот у нас здесь наверно сейчас будет видно получше две батареи из общего банка которые мы будем проверять для этого нам нужно их просто исключить из системы то есть сначала мы откручиваем естественно плюсовой я уже показывал наш фонарик он с магнитиком пол лишь прикольная штука ладно берем дальше ключик на 10 и начинаем снимать лесовой контакт вот лесовой я снял а теперь переходим на минусовой то есть наша задача сейчас просто отключить батарею из общего банка батарей но при этом нужно ее не за не закоротить эти контакты между собой иначе будет большой fire короче это откручено снимаем так все теперь нам нужно зачистить эти контакты во всяком случае так было написано в мануале на прибор который я вам скажу так зачищаем сильно не нужно нужно просто сделать чтобы минимально убрать оксиды так все это готово а теперь подключаем собственно наш прибор первому подключаем минусовой и делаем так чтобы контакт был хороший ну и теперь собственно подключаем плюсовой так все мы это сделали есть ну собственно запустился наш прибор я никогда не пользовался сейчас будем разбираться что собственно там такое так я так понимаю что это он долго запускается хотя может и нет так есть это он спрашивает сейчас я попробую как то сделать чтобы был полярик виден о так он спрашивает снаружи автомобиля мы тестируем ну да снаружи так господи на французском ладно сейчас будем смотреть по мануалу что значит авант ричард же а понятно то есть это после нет начни после а.п. а все авант это после да правильно а это перед то есть батарея у нас не полностью заряжена только какого-то процента окей теперь нужно ввести тип батареи авант это до а.п. это после да понял 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 сейчас идем назад тогда так снаружи снаружи окей так а.п. это после нет у нас не про у нас такие авант так теперь выбираем батарею агэм так тут нужно выбрать эта информация есть должна быть на батареях написано но какая из них я не знаю сейчас смотрю rtfm read the fucking manual смотрим типы батареи которые используются что выбирать потому что на наших батареях ничего не написано и так что у нас здесь ланч понятно это все понятно с этим все понятно и вот они говорят что нужно select battery type вот сейчас надо посмотреть что же каждый тип значит смешных обозначений джи би чайна national стандарта вы думали это грит брит а нет это китай блин не знаю что здесь выбрать потому что на гелиевых батареях я могу выбрать гель а на вот вот этот тип батареи даже не знаю что это так я думаю надо выбрать будет сай вот сай выбрали окей хорошо ты так теперь нужно выбрать выбрать окей выбрали так отлично health 11 процентов батарея похоже жопу но есть вариант что я просто выбрал неправильный тип батареи надо будет посмотреть просто на этой батареи вообще нету никакой спецификации в этом то вся проблема это обычная кислотная батарея но что это потому что если скажем вот у меня есть эксайд гелиевая батарея одна стоит в системе потому что я ее заменил предыдущую с этой все понятно но с этой ладно сейчас буду разбираться смотреть может просто выбрать выбрать другой тип батареи посмотреть на данные пока мы занимаемся выяснениями пока мы занимаемся выяснениями типов батарей у нас есть одна батарея вот которая гелиевая которая точно понятно что что она и как вот я ее сейчас попробую подключить и ввести все данные именно с этой батареей но пока надеваем все обратно это одето ну и собственно берем и просто закручиваем то что у нас было ранее откручено так ну что пришла очередь геля так плюс снял сейчас аккуратно снимаем минус чтобы это все не закоротить так контакты все свободные теперь наша задача подключить собственно наше устройство и так минус мы одеваем все да ну и плюс одеваем на плюс так это одета прибор запустился ждем пока он начнет что-либо нам показывать и поехали выбираем так снаружи батареи так недозаряженные выбираем тип батарей вот у нас идет выбор гель так гель и стандарт господи так этикетка ходи сюда что там за стандарта у нас так выбираем наверное вот этот и ампераж 1350 так батарея 67 процентов живая так бонная батарея ну типа еще нормальная батарея а вот эта вот которая внизу с 10 процентами она типа под замену вот собственно я так понимаю что это вот нижний статус типа бонной батареи это как раз то что и надо знать ну ладно по такому же принципу сделаю остальные батарейки что нам говорят эти стандарты так измеряемый range для батарей от 100 до 2000 ок хорошо вот он говорит тестинг и потом что значит что SOH это means state of health то есть это то насколько она живая и SOC это state of charge то есть насколько они заряжены то есть у нас и в том и в том случае было 98 процентов заряда что соответствует но вот state of health в одной из батарей 10 процентов сейчас проверим остальные даже если я ошибся с выбором вот этого вот measuring стандарта я буду понимать относительное здоровье батарей одно и относительно другое то есть если они все имеют одинаковые SOH типа 10 процентов ну значит как бы им всем уже хана время пришло то есть уже пора и соби знать хватит их мучить а если одна будет больше одна будет меньше тогда будет понятно какая дохлая и какая на себя тянет энергию так едем дальше теперь идем в каюту на порт сайт батарея у нас находится здесь вот это вот левая вот эта батарея это батарея двигателя стартовая а вот эти раз два три это три доместика есть еще одна батарейка вот тут это генератор но она отдельная то есть она нас не интересует мы ее меняли относительно недавно и фиг с ней сейчас нужно открутить будет все вот эти три батареи и померить их отдельно с первой батареи с первой батареи контакты сняты только нужно наверное контакты будет немножко зачистить какие то они такие они супер живые так лучше так прибор есть минусовый контакт вот его так одеваем хорошо а плюс одеваем вот сюда тоже так хорошо прибор у нас запустился все окей есть так здесь тоже вон 11 процентов хелс у нас идет здесь вроде одинаковые ладно так я проверяю все остальные батареи нет внутри 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 так она у нас полностью заряжена так это у нас смотрим какая батарея стартовая на соточку спрашивают где она установлена какая разница где она установлена пофиг так с с с с с с с с с cca и вот здесь cca и вот мы смотрим вот оно cca это хотя бы мы четко поняли и так ладно окей на 1000 ну так на 38 процентов живая хотя ее менял относительно недавно ну ладно пока меня этот вариант устраивает просто надо будет перед выходом уже просто купить новую стартовую все батареи приблизительно дохлые одинаково ну кроме стартовой стартовая ладно это все мелочи а вот эти будет скоро замена у нас все равно батарей на новое поэтому пока еще поживут а там будет видно раз уж мы все проверяем я подключаю сейчас и проверю стартовую батарейку для джинсета это наш генератор так встроенная да смотрим тип батареи здесь вот у нас вот тут и это у нас ен 480 это у нас маленькая батарейка ну все проверочка 64 ну здесь есть вариант что ее нужно просто зарядить может быть с нее стартовал генератор но 64 хоть она и написано реплейс может быть она и нормально сейчас вот у нее 385 ампер друзья спасибо за то что были с нами на нашем канале я надеюсь что данный выпуск был вам интересен тем что вы поняли и разобрались как собственно меряется батарейки насколько они живы нашем случае мы собираемся эти батареи менять на новые но это уже будет совершенно другая история поэтому ставим лайки подписываемся на канал проверяем колокольчик кнопаем коменты и до следующего выпуска уже через несколько дней пока подписываем колокольчик кнопка